я врач-патологоанатом стаж 7 лет работаю в провинции аутопсии гистология световая микроскопия беседы с родственниками все что вы хотели узнать но боялись спросить правда ли что разница в легких у курящего и не курящего городского жителя почти нет а вот у жителя из деревни они чище чем у городского практически абсолютно применительно к нашей деревне в стока населения и отсутствие каких-либо металлургических и прочих производств никакой разницы между курящим и не курящим нет из близлежащих районов сразу видно кто курил а кто нет извините за перерасспрос все-таки неясно разница есть или нет у вас деревне нету а в соседних есть как это разные сигареты или в близлежащих районах где из завода и прочее там разница из-за заводов про заводы могу сказать исключительно на основании общения с коллегами там где есть вредные производства рак легких встречается чаще да и прочая патология дыхательной системы при прочих равных условиях легкие курящего и не курящего москвича практически идентичны лично не видел но подозреваю что это так получается воздержание не дает никаких бонусов из личного опыта могу сказать что сто процентов больных с онкопатологией легких курили или же токсиком они ли или же работали на вредном производстве так что если вы не вдыхаете клей и не работаете в литейном цеху то воздержание может дать весомый бонус мы про табак или вообще вообще говорят что в каннабисе смол меньше особенно если водник но на практике пока не проверил надо взять двух а лучше больше испытуемых один пусть каждый день курит джоинт а второй водник и так до самой смерти ищем испытуемых тогда можно будет сделать определенные выводы расскажите что делаете с отходами производства так как это биоматериал потенциальный источник инфекции и тому прочее автоклавируете и выкидываете или сжигаете или что вывозим и утилизируем по инструкции раньше бывали прецеденты когда ленивые водители выкидывали в лес а потом грибники находили отрезанные человеческие ноги сообщали в прокуратуру смеялись всем офисом у меня только один вопрос фотографии твоей работы будут алкогольный цирроз печени очень познавательное фото качество не очень ибо снято с помощью подручных средств они специальной аппаратуры это печень циррозная печень видна жировая дистрофе гепатоцитов умеренная ликоцитарная лимфоцитарная инфильтрация и разрастание фиброзной ткани на месте мертвых гепатоцитов с формированием ложных долек продолжайте фоточки показывать это интересно язва желудка с перфорацией вас которая регулярно не показывать эти фотки я как будто в кунст камере кстати кто не знает у нас пить спасибо аркаш спасибо да я чекну я видел что это нам еще что-то скину спасибо у нас питере есть музей называется кунст камера и там в баночках находится различные органы вот всякие как раз таки там заболевание показано в этом всем то есть живые вот вот и как бы если кто-то будет в питере обязательно сходить да первый раз когда я была в кунст камере в детстве мы с экскурсии ездили туда со школьной экскурсии я упала в обморок там то есть я прям вот все прям просто мы подошли к этим баночкам я просто отъехала и меня уже это положили на какую-то там скамейку и этот нашатурный спирт мне женщина принесла то есть она говорит что у них это прям очень часто происходит и они сразу нашатырь приносит но тоже на самом деле дичь знаете приводить школьников вот в такие музеи ну это стрёмно там еще знаете там еще запах такой стоит характерный не знаю такой запах бывает в больницах в ветеринарных клиниках я не знаю его прям вот ни с чем не спутаешь он такой вот противный прямо аж режет прям вот вообще жесткий нет никак носки гоняет только смотреть можно нет трогать трогать нельзя то есть там даже там есть эмбрионы настоящие там есть дети которые рождались там двуголовые ну то есть такие знаешь всякие все и все это в банках короче короче жестко заинтриговала не не я отравилась феликс отравилась а там есть мужские орг рит я не помню я я давно там не была можно будет как-нибудь сходить пока что не хочу короче если кто-то вот будет питере то можете сходить с камерам интересный музей слышу честно честно извините должен был догадаться а первый какой про то сняться ли мне кровавые мальчики и емли я мясо еще часто интересуются про трупный яд и сколько спирта я выпиваю в день вы с трупами разговариваете ну в духе как тебя угорать дело приятель зачем вы столько было бухать или просто повелософствовать нет просто тряпочку на лицо кладу чтобы не подсматривал а как решили стать патологоанатомом в чем заключается польза вашей работы как вы мыть я реально честно вот это наверное даже вот окей я даже не беру в расчет гинекологов и урологов но вот патологоанатомы для меня вообще загадка как можно хотеть стать таким врачом просто в голове не укладывается то есть ну у меня знаете вот такое ощущение что у человека просто изначально что-то вот не так в голове ну как вот здоровый нормальный человек хочет стать таким это круто так рита ну не знаю я я не я не понимаю что ты может быть так говоришь со стороны что это крутая профессия но ты прикинь вот ну это же не нормально хотел стать патолом и она там пошла на юриста ритм я тебя боюсь все все рита я с тобой не встречусь почему они нормально просто да я не знаю ну нет по мне это как-то это как-то странно то есть я я не понимаю как вот и гинекологов урологов да вот для меня непонятно так и вот патологоанатомов это еще вообще для меня самый непонятный но это для меня может быть я говорю может для кого-то это нормально я прям вообще не знаю интересно интересно у них зарплаты высокие реально интересно за такую работу себя заниматься именно ей если у вас какое-нибудь странное хобби как вы относитесь к лише связанными с вашей профессии ваше отношение к автоназии первое курсу к пятому четко понял что не имею ни малейшего желания работать с живыми пациентами к того времени у меня был стаж работой фельдшером на подумывал про рентгенологию но тут подвернулось предложение пойти в патанатомию и я согласился о чем ни разу не жалею второе прижизненная диагностика злокачественных новообразований все остальное я понимаю что там вот алекс написал про патологоанатом и что это изначально хирург и нужно было искать способы борьбы с этим болезнями и понятно это надо было раскрывать в принципе для чего нужны еще патологоанатомы что ты должен вычислить от чего умер человек и так далее я просто говорю что я не никогда у меня мыслей в принципе не было до стать врачом тем более уж я не просто не представляю как это каждый день работать мертвыми людьми и вскрывать их и не знаю ну это просто как-то жутко честно не знаю не знаю не столь важно мотивировать себя незачем потому как мне нравится моя работа 3 оригами раньше модели самолетов собирала сейчас места нет ну и охота рыбалка по сезону 4 хочется уебать оглоблей но это не укладывается в рамки у к гк и коап пятое по мне так надо ее легализовать а каким именно клише вы относитесь столь негативно патологоанатомы не все евреи вообще по рф больше половины патологоанатомов женщины не все патологоанатомы пьют спирт не все одной рукой держит секционный нож а второй сигарету стакан со спиртом шаверму гамбургер необходимо подчеркнуть я не таскаю трупы для этого есть санитары я не оживляю мертвых и не надругиваюсь над телом вроде как все клише вспомнил или что-то еще забыл шлаки и токсины которые с годами копятся в организмах всех людей или только городских являются разводкой для лохов которую придумали те кто продает всяческие бады и другие священная игра или типа таблетка от всего видели ли вы шлаки как они выглядят каловые камни в ту же топку образуется на стенах кишечника всех людей и их нужно выманивать чудо растворами ведь на здоровье все-таки нельзя экономить да это разводка для лохов каловые камни есть безусловно но опять же если грамотно питаться и гадить каждый день в комменты гадить не считается то никаких каловых камней быть не может какова ситуация с печенью в провинции спивается народ спивается и в больших городах тоже тут посчитал как-то процент умерших с теми или иными признаками хронического алкоголизма вышло около 30 процентов опечалился потому как это без учета данных по см насколько сильно курение в действительности бьет по органам мишеням преувеличивают ли в соц рекламах факты курение как фактор риска атеросклероза гипертонии онкоболезней кожных болезней и так далее и тому подобное такой уж значимый или на фоне жизни в промышленном городе курение является лишь каплей в море курение однозначно вызывает злокачественные новообразования легких хоббл хроническая обструктивная болезнь легких и является одной из главных причин ампутации нижней конечности облитерирующий атеросклероз насчет сердца четкой зависимости не замечал про гипертоническую болезнь могу сказать лишь из книжек говорят что тоже очень способствует означает ли ваша профессия что вы обладаете какой-то особенный не присущий другим стрессоустойчивостью моя профессия означает то что я когда-то получил высшее медицинское образование и успешно окончил интернатуру по патологической анатомии вызывает ли у вас удивление восхищение например особенная разновидность онкообразований а может удивить тело прекрасный неизвестный накаченного старика и так далее нет был случай вскрывал одноклассника не узнал момент скрытия лишь потом при заполнении свидетельства о смерти очень сильно удивился в чем заключаются беседы с родственниками по моим представлениям данная категория врачей не пересекается с теми кто может что-то сказать самостоятельно родственники имеют право знать о болезни причем надо это им донести в доступной для них форме по моим наблюдениям большая часть населения вообще не знает чем занимается патологоанатом не говоря про разницу между патологоанатомом и судмедэкспертом 80 процентов рабочего времени занимаюсь именно с живыми пациентами а точнее с их материалом а иногда еще и хожу для бесед на предмет сбора анамнеза приходилось ли во имя спасения задниц коллег корректировать свои выводы относительно причин смерти чаще наоборот до сих пор с отдельными коллегами отношения крайне натянуты с другой стороны ситуации где имело место именно конкретная врачебная ошибка непосредственно приведшая к смерти крайне мало и все такие случаи уходят судмедэкспертизу про бутерброд уже спросили а меня гамбургер интересует скажите какие изменения в научно-техническом оснащении произошли в вашей области за последние лет 20 примерно иммуногистохимия и иммунноцитохимия процветают жаль что у буржуев эта тема началась 80-х годов иммунофлюоресцентная микроскопия но я с этим только на курсах повышения квалификации сталкивался а точно нам весы наконец-то выписали теперь можно взвесить органы микроскопы выписали тоже карл цейс маде in china я им пользовался и вернулся к макмед 2 как-то освещенность получше и поле зрения пошире на периферии если ты не попал в какую-то программу регионального развития то надежды что-то изменить почти нет не столь надо было подтвердить диагноз амилоидоз так почти месяц просил краску банальный конгород для срезов в итоге получил работу на дом халтуры берете да бывает что пишу протоколы вскрытие дома под классическую музыку так вдохновение больше интимный вопрос как государство оценивает ваш вклад в развитие медицины в руб mes zp это очень интимный момент работаю в трех местах еще онкодиспансер и наркодиспансер там эксперт по установлению состояния опьянения хватает на хлеб и мясо обновить маленькое авто и выехать два раза в год за границу но вот купить свой дом пока не могу себе позволить цифр не скажу много ли коррупции становится ли ее меньше я имею ввиду установление состояния опьянения становится ли больше пьяных с годами а количество пьяных не алкоголем изменяется там коррупции нету если привезли в наркодиспансер не отмажешься потому как слишком много глаз после введения ограничений на продажу алкоголя пьяных меньше не стало потому как для снижения числа пьяных надо уменьшить норму числа протоколов на одного полицейского предполагаю что вам доводилось скрывать трупы людей злоупотреблявших как алкоголем так и другими психоактивными веществами какие конкретно вещества особенно негативно влияют на внутренние органы и как именно какие наименее вредны может какие-то особо интересные факты из этой области малоизвестной широкой публике можете отдельно отметить алкоголь в конечном итоге приводит к смерти причем независимо от качества панкреатиту циррозу синдрому мэлори вейса и так далее все равно пили вы хеннесси или крат в суд медэкспертизу ни одной смерти от каннабиса или лсд не припоминаю про амфетамины данных мало но в см бывают такие любители попавшие в дтп курение табака в итоге очень часто хроническая обструктивная болезнь легких с эмфиземой и прочими радостями или же злокачественное новообразование самое безопасное вообще не употреблять психоактивные вещества знакомы ли вам спасибо большое еще за три троечки спасибо за донат спасибо спасибо бро дыши вам бездымные сигареты если да то опасны ли они для здоровья это про электронные если про них то наличие в их составе сложных многоатомных спиртов меня несколько настораживает потому как вдыхать пропиленгликоль не самая лучшая затея как можно опровергнуть заключение патологоанатома если я не верю что врачи сделали все возможное заявление в прокуратуру эксгумация изучение истории болезни протокола вскрытия реальных случаев не помню первое бывает что установить причину смерти не удается второе как у вас чувством юмора насколько он черный третье не было желания свалить за бугор к большим деньгам прогрессу и возможности ввести исследования четвертое ведете ли вы сами здоровый образ жизни прожить подольше и все такое первое да часто у новорожденных детей приходится что-то выискивать находить мелкие изменения которые могли послужить причиной смерти но в итоге иногда остается чувство что что-то где-то не нашел второе вполне правда сериал интерна считаю унылым гомном третье было неоднократно вот только где бы взять денег чтобы там спокойно пару лет учиться и сдавать экзамены в пределах рф как-то не хочу выигрывая в деньгах теряешь во времени или удобстве а менять шило на мыло вообще не стоит четвертое почти пять лет не курил и не пил в последнее время опять начинаю хотя понимаю что это нахрен не надо к инъекционным наркотикам равнодушен остальное в молодости что ныне с туберкулезом в россии только честно часто очень часто но как нас учили здоровый мужик который ест мясо не столь воспримчив к туберкулезу а вот ослабленным организмом надо быть осторожнее и не подходить ко всяким асоциальным личностям на расстоянии чиха где-то слышал что чуть ли не в 100 процентов случаев вскрытие показывает обезвоживание организма все органы чуть ли не сухие а все потому что люди воды мало пьют так ли это нет сразу же в эту тему клубков червей тоже не находил но район не эндемичный по глистным инвазиям а в азии не работал тяжело ли работать с тучными людьми трупами да вот только сегодня было из-за моего маленького роста 172 сантиметра приходится ставить подставочку под ноги полезна ли печень животных для человека ведь есть мнение что это отработанный фильтр и употребление его в пищу все равно что внутренняя уринотерапия и правда как относитесь к употреблению в пищу человеком мясо вообще в печени урины мочи нет а если есть то срочно надо писать диссертацию по данной аномалии употребляю и печень по-флорентийски особенно люблю насчет полезности ничего сказать не могу спасибо один из самых познавательных трэдов на спроси а хотел спросить про металлические импланты в частности титановые полкило титана в хребете есть вариант убрать или не убирать попадались ли вскрытия с имплантами как они выглядят через продолжительные промежутки времени и являлись ли причиной патологий часто искусственные клапаны сердца нахожу протезы сосудов стендов пока не находил видать не столь распространенная пока операция а эндоротезы суставов не извлекал ибо не было такой надобности большое спасибо за просмотр